За время работы конференции представители нашего края и других регионов обсуждают то, какие изменения ждут сферу жилищно-коммунального хозяйства в ближайшие годы. Всего запланировано 10 круглых столов, посвященных вопросам экологии, развития городов и другим темам. Ну а стартом конференции стало большое пленарное заседание. На нем специалисты администрации Красноярска и Краевого правительства, главы районов, депутаты и коммунальщики обсудили вопросы энергоэффективности в ЖКХ, подготовку кадров, а также ближайшие реформы отрасли. К примеру, руководитель департамента горхозяйства Игорь Титенков рассказал о ближайших изменениях, которые ждут краевой центр в преддверии универсиады. В частности, появление новых транспортных развязок – это 2-я Брянская Калинина, Тихие Зори, Пашины и Волочаевская, которая соединит 4-й мост с Копылово и другими магистралями. Кстати, для ее строительства придется снести более 400 зданий. Это рекорд для Красноярска. И это далеко не все преобразования. Нам необходимо сделать и укрепить береговое купление со стороны 4-го моста берега реки Енисей. Это район Тихие Зори. Здесь тоже уже город объявлены торги, идут торги на право проектирования. И, как говорится, здесь тоже надеемся, что ситуация связана с одним из основных объектов, на котором принято решение. Ледовая арена Тихий Зори именно на этой арене будет происходить открытие универсиады. Соответственно, здесь, в том числе и береговое укрепление будет сделано. Главной же темой пленарного заседания стала стратегия развития региональной отрасли ЖКХ до 2020 года. Основные перемены коснутся механизма платежей за коммунальные услуги. Их все жители края станут платить не в управляющие компании, а напрямую поставщикам, то есть энергетикам. Правда, когда схема вступит в силу, пока не уточняется. Сейчас специалисты прорабатывают все необходимые документы. Переход на прямые договора подразумевает, что я не буду платить в управляющую компанию, я буду платить напрямую в ресурсоснабжающей компании. Но вот сам механизм, это будет либо в единой платежке, либо будет это не единая платежка. Значит, такой опыт уже на территориях был ранее, да, но потом там носились изменения в законодательство. И вот эта ситуация, как бы она изменилась. Сейчас мы приходим к тому, что только прямой платеж за ресурс позволит дисциплинировать как потребителя услуг, так и ресурсоснабжающей организации. Предполагается, что введение прямого платежа поможет привлечь в отрасль инвесторов. Работать с ними будут по принципам государственно-частного партнерства. В регионе уже заключено договоров с частниками более чем на миллиард рублей. Присутствие бизнеса в сфере ЖКХ должно создать конкуренцию, а значит улучшить качество услуг и жилищных условий. Александр Ловицкий, Алексей Овсяников. Новости. 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 Продолжение следует...